7 декабря в Москве в Союзе Писателей России состоялось очередное заседание Международной общественной организации «Русское собрание» на тему «Русский народ и Российская нация. К обсуждению идеи закона о Российской нации». Со вступительным словом выступил председатель Русского собрания, главный редактор Русской народной линии Анатолий Дмитриевич Степанов. В начале своего вступления он напомнил, что 6 декабря «Русскому собранию» исполнилось 3 года. За это время организация проделала большой путь. На сегодняшний день «Русское собрание» имеет 7 отделений, в том числе международное в Сербии. Поводом к нынешнему собранию стало прошедшее в Астрахани 31 октября 2016 года заседание Совета при президенте России по межнациональным отношениям, на котором был поднят вопрос о необходимости разработки закона о Российской нации. Эту идею озвучил член Совета, прошлый специалист по истории КПСС, а ныне заведующий кафедрой национальных, федеративных и международных отношений Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы Вячеслав Михайлов. Со схожей идеей выступил на заседании и директор Института этнологии и антропологии Российской Академии наук, академик Валерий Тишков. «Русское собрание не могло пройти мимо этой проблемы». «Русское собрание не могло пройти мимо этой проблемы, а в России, во всей своей силе, во всей своей определенности стал на рубеже 19-20 веков. До этого, в общем, в принципе, для России он не был актуален и обсуждался скорее в контексте других проблем. Но все-таки тематика народная, национальная, она появилась в русской мысли раньше. Ну, пожалуй, после Отечественной войны 12-го года, когда был подъем национального духа, национального сознания, и, в общем-то, этот факт национального единства вдруг откуда-то, так сказать, неожиданный, потому что христиане поднимались, партизанские отряды, такое, так сказать, явление было, на что не рассчитывал Наполеон, на что не рассчитывали французы, что крепостные христиане вдруг станут воевать за помещиками, как он предполагал. И в 1831 году первая попытка интерпретации прозвучала в знаменитой формуле Сергея Семеновича Уварова, тогдашнего министра народного просвещения, православие саморезание народа. В отчете о ревизии Московского университета он написал вот эти свои знаменитые слова, я, в принципе, не буду их цитировать, о том, что последний якорь спасения для юношества, для страны, православия, самодержавия, народность. Понятие народность, оно не было определено, то есть, поэтому возникали разные интерпретации, а что такое, а что понимать, однородность. Но, судя по всему, оно лишено было этнического содержания в тот момент. Ну, известен исторический анекдот, анекдот в старом, исконном смысле этого слова, когда знаменитый потом русофоб Астольф-де-Кюстин приехал в Россию в 1839 году, встречался с императором Николаем, когда он ему сказал, что вот, посмотрите, это мои подданные, это татарин, это крещённый еврей, это француз, это там стоят два грузина, он говорит, а где же русские? А вот они и есть все русские. Вот, это вот действительно понимание имперское, имперское понимание, не этническое. И, судя по всему, это, судя по той политике, которую проводил Николай Павлович, это, собственно, и было основой этой политики. И, видимо, было и у Сергея Семеновича Уварова, хотя, конечно, он человек был сложный, так сказать, человек европейской культуры, человек воспитанный, скорее, на европейской культуре, поэтому там, скорее, были какие-то, может быть, смыслы, там, сентиментализма, немецкого романтизма, на которых он был воспитан. Но, тем не менее, в этот момент это звучало так. Государь Николай Павлович посадил, распорядился посадить на несколько суток в крепость Юрия Самарина, когда он там написал, значит, про уздельских породов, что они эксплуатируют местное население. Хотя он был его крестник. Потом он его вызвал, провел с ним в разумительную беседу и отпустил. Мы перевели в другое место. И посадили же Ивана Сергеевича Аксакова, который там возмущался в письмах, что вот посадили Самарина, как же так, это безобразие. Итого в третье отделение привели, но император Николай Павлович тоже написал князю Орлову, начальнику третьего отделения, прочитать ему мою резолюцию, значит, вразумить и отпустить. Но пять дней просидел Иван Сергеевич Аксаков. То есть, в общем-то, это яркие представители русского национального движения. Причем именно деятели, скорее, славянофильского направления. В 50-е и 60-е годы, как известно, у нас был такой подъем панславизма, интереса к славянству. Идеи панславизма были очень широко распространены, как раз вот благодаря трудам Аксакова. И в это время произошла примечательная, в 67-м году, произошла примечательная дискуссия между двумя консервативными изданиями. Это Санкт-Петербургская газета «Весть», которую редактировал и издавал Владимир Дмитриевич Скорятин, и Московская газета «Москва», которую редактировал Иван Сергеевич Аксаков. Скорятин в своей газете написал, что «Россия не должна служить славянству. В России больше задачи. Россия для русских». Вот когда появился этот лозунг, который сейчас пытается использовать как боевой лозунг нашей так называемой националисты. «Россия для русских, а не для славян». Смысл был такой, «Россия для русских поддана». В ответ Аксаков написал, что «Как же так? Русские – это славяне». Это вообще бессмысленная постановка такого вопроса. И вот эта полемика уже отражала в противостоянии формулировку уже национальной проблематики русской мысли. Известным противником панславизма был Константин Николаевич Леонтьев. Его работа «Национальная политика как орудие всемирной революции» это одна из ключевых работ в понимании национального вопроса. Это цикл писем священнику Иосифу Фуделю, 1888 год, если мне не изменяет память, в которой Леонтьев показал дуализм, противоречивость национализма. Показывает, что лозунг национального обособления, с которым идут националисты, обращаются к обществу, оборачивается еще большей глобализацией, говоря современным языком, еще большим всесмешением, говоря на языке Леонтьева. И вот это важная такая веха на пути осмысления о русской национальной мысли этой проблематики. Конец 19 века ознаменался подъемом сепаратизма, подъемом национального движения на окраину. Революционные движения составляли, как вы прекрасно знаете, в основном и народцы. Евреи, поляки, финны, грузины, армяне. Это был костяк революционного движения в России. И вот в конце 19 века этот вопрос встал во всей своей остроте. И в ответ начал формироваться и русский национализм. Первым его проявлением стало возникновение в 1900 году организации «Русское собрание», которую составили люди разного плана. То есть там были и монархисты будущие, монархисты-черносотинцы, правые, крайне правые, и будущие достаточно либеральные деятели, но, в частности, одним из основателей был министр земледелия Кривошелин, которого либералы рассматривают в качестве возможного премьер-министра, если царь все-таки согласится на так называемое ответственное министерство в 16-м году. И Кривошелин не пострадал во время февральской революции, потом он был у Брангеля главой правительства, а сын его стал епископом в зарубежной церкви. И вот это было, так сказать, такое первая ласточка. И в патриотическом, монархическом движении, собственно, формула Уваровская стала звучать так. Православие, самодержавие, русская народность. Уже более конкретно национально стала звучать эта формула, во всех трудах монархических того времени она звучала. Но на этом движение не остановилось. В 1908 году возникает Всероссийский национальный союз. При кураторстве Петра Аркадьевича Столыпина создается организация, которая раскалывает фактически единое монархическое движение и выступает именно под лозунгом русского национализма. Часть русских националистов в 1915 году вступает в прогрессивный блок. Это организация революционная фактически, организация, которая начала деятельность по свержению царя. И в ней состояли русские националисты. Часть русских националистов, которые себя назвали прогрессивные националисты. Ну, самый известный русский националист Василий Шульгейтин, который потом поехал принимать отречение у государя. И вот русские националисты бок о бок с либералами участвовали в свержении монархии. Таким образом русский национальный вопрос превратился в такое, дал такое звучание. Ну, потом была революция. В общем, дискуссии в стане большевиков, между Лениным, советизацией, Сталином, автономизацией. Вот. И на этом я не буду останавливаться. Очень любопытно, что вот такая любопытная параллель. Конец 40-х, начало 50-х годов. В эмиграции Иван Ильин пишет в свои работы «Наши задачи», которые он пишет как в качестве идеологии для белогвардейской организации РУССР. Российский общевоинский союз. И там он пишет вот статью, в том числе о русском национализме, где дает некоторую попытку определения, поэтического, позитивного определения русского национализма. И, собственно, вот это конец 40-х, начало 50-х годов. В это же время, в это же время в Советском Союзе, здесь у нас Ленинградское дело. То есть русских националистов в коммунистической упаковке Сталин репрессирует, отдает на уничтожение, не соглашаясь с идеей создания русской коммунистической партии. Идея русской коммунистической партии, как идея, которая разрушит единое имперское пространство. Вот это вот странное совпадение, так сказать, наверное, здесь нет никакой логики, но это произошло одновременно, там в эмиграции, в среде русской эмиграции и здесь у нас. Ну, потом был 22-й съезд, Сергей Сергеевич Хрущев заявил о том, что у нас создана новая общность, советский народ, 1961 год, и вот с того времени, так сказать, как бы сейчас, когда говорят о российской нации, отсылки звучат к этому. В заключении я еще напомню, что о русском движении, вот у нас часто представляют Брежневскую эпоху, и мы, как бы я, честно говоря, так бы не занимался, тоже представлял, что там были диссиденты и была власть. В общем, а было достаточно мощное национальное движение. Ну, вот один из его участников, Владимир Николаевич Горухин, может это подтвердить, да? Было достаточно мощное национальное движение, русское национальное движение. И в конце 70-х годов власть произвела зачистку, достаточно серьезную зачистку, вот русского национального движения. Ну, тогда были уволены, сняты со своих постов целый ряд руководителей крупных, достаточно влиятельных средств массовой информации того времени. Ну, в частности, был уволен главный редактор «Комсомольская правда» Валерий Николаевич Ганечев, председательный имя Союза писателей. Был уволен главный редактор журнала «Человек и закон» Сергей Николаевич Симанов, а Владимир Николаевич Осипов, главный редактор машинописного подцензурного журнала «Вечер», был посажен на 8 лет. Причем там в формулировке звучало «за издание реакционного славянофильского журнала». Хотя за славянофильского не могли посадить, но все-таки, так сказать, судебную формулировку. То есть за реакционное славянофильство не могли судить, советское законодательство не знало такого закона. Но там был, правда, антисоветизм, хотя антисоветизма как-никак такового не было. Но реакционное славянофильство приравнивалось к славянофильству. Был уволен заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Селезнев, был уволен главный редактор журнала «Волга», был уволен главный редактор журнала «Техника молодежи». То есть там целая просто... Ну и плюс еще в 70-м году был снят со своей должности главный редактор легендарного в ту пору журнала «Молодая гвардия». Никто. То есть была произведена зачистка. Это все стало результатом того, что в 81-м году Владимир Шандропов написал в Политбюро записку «О угрозе русистов», как он назвал. То есть собственно дал определение вот этому движению, движению русистов. Якобы где-то Андропов сказал, что с диссидентами мы разберемся за одну ночь, всех пересажаем, а вот с этими сложнее. Их надо, так сказать, это сильнее угроза. В результате власть как бы подтачивал, вроде убирая разные фланги, да, в это же время и диссиденты подвергаются репрессиям. Высланы из страны целый ряд активных деятелей такого диссидентского движения в 70-е годы. Ну, известно, Солженицев, Зиновьев, Синявский и Буковского обменяли на Луиса Карвалана. И целый ряд известных деятелей диссидентского движения либерально-демократического. Но вот это, то есть была обезврежена попытка такой национализации коммунизма с такой подобной платформой и выступал целый ряд деятелей, так сказать, такого русского направления, которые пытались установить контакты с партнерами на Патуре среднего звена. И вот это тоже характерный стрих для отношений власти и русской общественности. То есть фактически власть потеряла поддержку русской общественности и представителей русской интеллигенции и в итоге опереться на русскую интеллигенцию не могла. Не случайно вот эта вот горькая фраза Валентина Григорьевича Распутина прозвучала, когда он сказал, что хотят все отделиться от нас, а может нам самим отделиться, Россия отделиться от них. Вот, когда упреки в адрес России, так сказать, поддержка со стороны сепаратистов на окраинах. Фактически власть потеряла поддержку русской интеллигенции. Хотя эта поддержка, то есть часть номенклатуры поддерживала, в частности, Владимир Николаевич Осипов мне говорил о том, что за него вступался маршал Чуйков. Чуйков просил Брежнева, за что посадили Осипова. Ну, наверное, с чьей-то подачи, потому что Осипов лично не был знаком с Чуйковым. На что, правда, Брежнев, в духе Понтия Пилата, сказал, у нас каждый занимается своим делом. Идите к Ирю Владимировичу. Но Чуйков к Ирю Владимировичу не пошел. И Осипов отсидел 8 лет за реакционные славянотестики. Вот этот контекст, контекст нам надо понимать национальные проблематики, чтобы пытаться вот сегодня, контекст обсуждения, чтобы нам сегодня пытаться обсуждать современное состояние русского народа, современное состояние русской мысли и предлагать какие-то модели решения национального вопроса, который, понятно, в империи крайне сложен. Россия существовала веками как империя и по-другому просто существовать не может. То есть империя, определение империи, самое короткое, понятно, это единство во многообразии. Вот это вот многообразие народов, многообразие вер, которые существуют в России и существовали в России, оно требует некоего объединения, некоего единства, некой единой идеи. И вот эту единую идею, понятно, власть ищет, чтобы не распалось, не растащили вот это единство, хрупкое единство, которое представляет собой Российская империя. И на это делают ставки наши враги, и делали ставки наши враги. И на время Великой Отечественной войны, как вы прекрасно знаете, сегодня на внесение раскола в межнациональное согласие, которое представляет, представляет собой наш государство. В качестве основного докладчика выступил социолог, кандидат политических наук Сергей Дмитриевич Баранов, известный эксперт в этой области, савтор книги «Русская нация. Современный портрет». По его мнению, русская нация состоит из трех политико-идеологических сегментов. Первый – малый народ, или пятая колонна. Второй – бюрократия, гражданское общество и бизнес. И третий – народное большинство, почва, зачастую безмолвное и безгласное. Ну, а теперь перейдем к основному докладу, который из трех частей я составил. Первая часть – это, собственно, о проекте закона российской нации и ситуации вокруг него. Второе – это примерный состав современной большой русской нации и отношение к концепции три единого русского народа исторической в современном ее состоянии. и третье – это о строении и основных принципах национальной политики в России, в Российской Федерации. Ну, ситуацию в целом очерчено вокруг этого закона, да, действительно, вдруг вот, не весь откуда он был брошен как подарок нам ко дню народного единства. Вот, и президент сказал, что надо. Вот, но вокруг этого, так сказать, разгорелась такая дискуссия нешуточная в СМИ, и большинство отзывов, которые я читал, они все отрицательны. Кроме некоторых, где люди просто взяли Козырек, там, председателя комитета, Голдумы, там, Яровой, еще кого-то, Толстого, Петра, ну, то есть тех людей, которые построены, по сути. Остальные отзывы, в том числе и людей власти, они, в общем-то, в основном отрицательны. С одной стороны, отрицательные отзывы у национальных меньшинств, представителей национальных меньшинств, их субъектов, то есть они увидели здесь как ущемление своих прав. В первую очередь, такой интересный человек, как Абблатипов, он просто сказал, что плохой закон им не нужен. С другой стороны, и русофильские общественности круги тоже все выразили отрицательные отношения. В статье на агентстве Life News, на телеканале Life News, Вячеслав Михайлов писал, что закон должен быть принят российской нации, именно там должна быть узаконена российская нация, именно как этническое понятие, не так, как раньше швалич, как гражданская нация, политическая, просто совокупность граждан государства, а именно как какой-то это, три раза это он повторил, чтобы это было как бы абсолютно понятно. Так вот, как бы на задний ход уже да, то есть Вячеслав сказал, что в таком варианте нет. Но на мой взгляд, даже если в таком варианте нет, все равно это будет иметь характерные этническая конструкция. Все равно, как бы не отказываясь, не откатывая назад политическая нация, все равно это будет нация этническая. Ну, хотел бы сказать, что такое российская нация. Все мы уже люди не молодые, и мы понимаем, что до 91-92-го годов мы о такой нации вообще ничего не слышали, не слышали, не читали, ее нигде не было. К тому времени в советской общественной науке сложилось понимание, что существует русская нация, ну, они также называли, что есть нация украинская, которую советский режим формировал, есть белорусская нация, есть еще какие-то нации, но тем не менее русская нация существовала российской, никакой российской нет. Вдруг она откуда ни возьмись появилась, и чтобы понять, почему она появилась, нужно знать современную технологическую науку, которая основана на постмодернизме и конструктивизме, то есть о том, что нации, по сути, они формируются националистами, носителем национального дискурса, и вот они формируются довольно быстро, если это будет возможно, то можно сформировать это в России, такую российскую нацию на месте амортного русского народа, которые, в общем-то, особо не признавали в законах, ну и в политической практике, но тем не менее он в науке был в обществовении, поэтому они приступили к формированию, заодно решили задачу, как обращаться к жителям вот этого обрывочно-напрестного государства, россияне, российской нации. Ну, хотел бы отметить, что это лишь начальный этап формирования, то есть, это конструирование новой нации, нового народа, оно только началось в эти годы, то есть, оно может длиться десятилетия, но этот проект как бы запущен, и он запущен именно со сменой анонимы, то есть, очень важный момент поменять название здесь именно в этой конструктивистской операции, то есть, так как это было, например, с малоросами, то придумали название украинцы, которое никто вот в этом значении не слышал, там, до середины 19-го века, и потом оно закрепилось, потом его закрепили официально, сейчас уже все они называют украинцами, населения, малоросы бывшие, даже те, кто являются русскими. Так, видимо, и здесь они хотят. Никакой будет следующий ход или третий спрогнозировать сложно, что-то достанется вместо вместо русского народа, русской нации, непонятно. Поэтому, на самом деле, это, конечно, опасная вещь, именно попадание вот этого в закон, в закон и законодательное закрепление именно российской нации вместо русской нации, которая реально существует, по массе признаков, как мы доказали, в работе русской нации современный портрет, это социологическая монография. Она доступна, всякие можно посмотреть. Вот, так что, поэтому принятие такого закона, конечно, крайне нежелательно. Крайне нежелательно. Другое дело, как относиться вот к тому, чего добивается наше руководство, то есть усиление этнической однородности населения России, это другой вопрос, он не может быть решен, на мой взгляд, так однозначно. Но, на мой взгляд, что же хотят сделать на месте русского народа в Российской Федерации наши правители, строя вот эту российскую нацию. Это, как бы, с одной стороны, вроде бы, та же русская нация на 90%, поскольку 90% населения России это русские по данным. 81% по переписи, еще около 10% это народы, которые, по сути, ассимилированы в этнический группу. Известно, что в России 10% вообще образовательных школ, которые не на русском языке. Это большинство, 90% оно существует. И оно 90% совпадает с российской нацией. И когда внедряется этот концепт, конечно, идет процесс ассимиляции, ускорения ассимиляции вот этих 10% усиления этнической однородности и процесс ассимиляции в оставшихся 10%, которые в отнокультурное большинство в России не входят. Это что касается внутренней политики. Но в целом, конечно, они хотят создать из российской нации вот такой действительно плавильный котел глобального типа, притягивает туда и замену населения мигрантами среднеазиатскими и различными мигрантами. Этот процесс, в общем-то, был запущен именно при уже при правлении Путина, поделаним в Ильцине ничего такого не было, таких объемов мигрантов не было, они появились в 2000-е годы. Вот. Это и смешение русского народа с вот этими остатками российских народов. при этом используется такая страшилка, что Россия распадется и так далее. Но я лично в это не верю. Почему? 90% 90% распасться не могут. Есть кусочки отдельные на краинах, которые где-то в горах там Франкаса, Алтай, по-моему, уже там смешанное население. То есть они просто не могут в этом спалом уже не сможет в нашей территориальной улице. То есть Россия не распадется в этом смысле. Это страшилка. Но могут быть проблемы какие-то тех, которые были сочнены. Вот. Так что опираясь на это, конечно, нужно сделать следующий вывод. Что нужно постараться понизить статус этого документа. То есть чтобы это был не закон ниже законодательного уровня. Если они хотят закон о национальной политике или межнациональном управлении межнационального наследства, пусть такой закон принимается, но без того, чтобы там была российская нация и она как бы законодательно закреплялась. Если же они хотят говорить об объединении гражданском единстве именно только в политическом и не в этническом смысле, то это может быть какое-то соглашение или там меморандум, как Булатик предложил. То есть такой вопрос нужно решать путем соглашения вот такого земского всех национальных групп народов, русского народа в участии. Это возможно вот такая процедура направлена на укрепление единства российского народа. Отметил я еще такой момент, конечно, что смешение этого этнического и политического смысла в статье Михайлова, предложении Михайлова, и есть смешение многонациональности одной нации. То есть с одной стороны пишется, что у нас народ, вот он один народ, то он многонациональный народ. Как это все формальные логики можно допустить? Ведь это не медийная игра, не философия, это законотворчество. На творчестве должна быть формальная логика. Здесь она сознательно нарушается, чтобы создать вот такой эфемизм российской нации, которая как раз вот эта глобальная смешение, этот продукт глобального смешения должен обозначить и подать его населению в таком красивом виде. И в первую очередь он именно направлен на то, что я говорил в самом начале, на вот это государственно-бюрократическое сообщество, которое является основным потребителем, распределителем благ России, вот эти 10 миллионов. Конечно, там большинство из них это русские, но те, кто им управляет, там более смешанных странах, и для них вот как раз такая управореческая схема построена. Я думаю, что в этом как бы состоит замысел вот этого вброса, в таком виде, как вам сказали, господин в том, ну вот в общем-то такие предложения, но эти предложения нужно обязательно дополнить моментом о том, что государство, образующая роль русского народа, она должна обязательно фигурировать в любых документах такого государственного планирования, документ государственного планирования, и она должна фигурировать и в законах, и, в первую очередь, не сенарь Конституцию. Поэтому наше собрание и другие русофийские структуры, они, на мой взгляд, должны предлагать и требовать, просить президента, чтобы это было сделано. То есть государство, образующее роль русского народа, как гаранта целостности государства, должно присутствовать. Прихожу ко второй части, связанной с вопросом о том, что такое сейчас большая русская нация, как реальный невымышленный объект, не объект каких-то идей, не как идея, а именно как реальная этносоциология, реальность, реальная выборка, реальный объект. И как это связано с концепцией три единого русского народа, включающего америкорусов, дворусов и украинцев. Насколько эта концепция сегодня существует и может реально использоваться. Самое слабое место, конечно, которое является именно в законе и в концепте российской нации, это то, что за пределами российской нации автоматически остаются русские, не попавшие в свеченные границы Российской Федерации. Это, в общем-то, то, что на основании чего только можно сразу отвергать любые подобные концепты и спекуляции. И это, конечно, не диаспоры, не какие-то там соотечественные, которые собираются из Франции, Америки, Израиля, ничего. А это огромные куски, целые регионы населенные русскими, как на Украине. То есть крупнейшие регионы, полстрана населенные людьми, которые, по этнологическим параметрам, являются самыми настоящими русскими. И Белоруссия практически целиком, можно сказать, что это русская часть. Тем не менее, вот наши стратегии, они как бы старательно, как бы негласно это все забывают и вырезают. Вырезают, как бы уже приклеить к слову российской нации, это очень сложно. Но что реально, какие части из Украины, Белоруссии и других государств входят в российскую нацию? В прежнем виде, конечно, концепция триединства, как она формировалась раньше, она в сегодняшних реалиях, она не существует. То есть исторические процессы за 20 век и начало 21 века, в общем, вперед, и произошло как бы определение, определение пути развития. Если в начале 20 века можно было утверждать и мечтать, что все люди, которых называли малоросами или там западными русскими, они войдут в состав единой русской нации, единого народа, то сегодня мы видим, что в этом объеме этого не произошло. И более того, как бы шансы, окно возможности, оно частично закрылось. Это произошло по ряду причин. Вы знаете, все читали, что это и политика Австро-Венгрии, и политика Польши, и политика большевиков, в основном, конечно, виноваты, и музыки, и большевики, которые сознательно сделали так, чтобы как можно меньше малоросов и западных русских объединировались с этим народом в одну нацию фактически. А нация – это ведь конкретное понятие, это не просто идея какая-то, идея народная, это не просто набор этносов, субэтносов. То есть это всегда можно сказать, принадлежит этот человек к этой нации или нет. Это можно всегда сделать. Даже если мы условно берем страну украинцев, которые говорят по-русски, украинский дома, по-всякому. Всегда можно сказать, что человек русский – нет. Но есть люди, которые, можно сказать, что они не являются, не являются русскими. Ну, не знаю, там украинцы Хмельницкой области, например, которые все время говорят по-украински, принципиально принципиально. То есть у них это сознание, у них политическое сознание, у них привычки, у них следа обитания, полностью регион, который прилегает к сети Западной Украине. Можно сказать, что нет. Поэтому, говоря о составе украинского населения, ясно, что, в общем-то, к русской нации не относятся примерно до половины, до половины украинцев. Это практически вся Западная Украина. И в отношении центральной здесь ситуация очень такая сложная, открытая, непонятная. Но, учитывая то, что происходит сейчас там в политической сфере, в образовательной сфере, в языковой, в сфере самосознания, развернуть их как бы в реальные нынешние ситуации существуют. Поэтому, правильнее говорить, конечно, о украинцах Юго-Востока. Там тоже есть, конечно, люди, которые плохо относятся к русским и не считают, что они будут русскими, там какой-то процент, 20%, допустим. Но, в целом, мы их относим. Поэтому, правильно в таком разрезе концепцию триединства распространять на Украину. Если мы говорим в соседней Молдавии, там тоже есть какие-то регионы, тяготеющие интеграции русских этносов, север Бельца или юг Кагаузия, особые такие русские этносы, или Приднестровье. Но, опять-таки, это кусок, какие-то куски, части, они, возможно, не самые большие. Даже в отношении нашей Белоруссии, о которой всегда так говорили, ситуация очень непростая. Реально, сейчас мы сталкиваемся в результате политики Лукашенко с тем, что придется тоже там действовать путем деления. То есть, определять ту часть, которая не является русскими, то есть, сейчас Белоруссия, там действительно есть 20%, которые не разговаривают. Они разговаривают в основном по-белорусски, они не по-русски, 80% по-русски, но те, которые принципиально не хотят и не будут, не станут русскими, у которых даже другая профессиональная идентичность, там, католики, есть. То есть, придется действовать так, именно показывая, что вот вы вот не русские, а вот эти белорусы, остальные, это вот русские. Как это мы будем делать, это другой вопрос, но если ситуация будет развиваться, она пойдет там по украинскому сценарию, сценарию Роскова. Поэтому концепция триединства, вот то, что мы всех включаем, всех белорусов, всех украинцев, всех восточных союзов включаем со страны Москва, она в нынешнее время уже не может рассматриваться в серьезной политике и науке. Она должна рассматриваться в таком вот конкретном отборе, какие регионы, какого типа люди, с какой идентичностью включаются в русскую нацию. Но скажу немного о цифрах, исходя вот из этой логики, украинцы, украиноросы, как я их называю, украиноросы, то есть русские, украинские, украинские восхождения, они составляют около 12% большой русской нации современной. То есть эта цифра на самом деле небольшая. Белоруссия составляет целиком, вся Белоруссия 5% русской нации составляет. 3% составляют финно-угорские народы, которые тоже целиком включают в состав русского народа, поскольку их ассимиляция сейчас находится уже на завершающей стадии. Белорусские народы, я имею в виду Российскую Федерацию, восточные финны. Вот, так что, если исходить из структуры, то на 3 четверти русских, это лишь 6 или 7% это неславянские этносы, включая финно-угор, включая технические группы, типа русских евреев, русских немцев, болгаров, греков, русских. То есть это те, кто в основном в России. Вот это такая пропорция. Исходя из этой важности Украины, нужно понимать, что это в основном территория, территория и пространство. Хотя и этнический материал, конечно, он тоже для нас в условиях манипопуляции практически, он важен. Перехожу к... Да, вывод из этой третьей части таков практически вывод. Государство, где мы не можем справиться с конкурирующими проектами наций, а украинская нация это не мир, это реальность у нас. Вот. Мы должны эти государства делить и ликвидировать в прежнем виде, включая в состав нашего мира русского, по возможности России или там рядом с Россией, вот те куски, с которыми мы можем справиться. Это, я имею в виду, Украина и Молдавия. Беларусь в Беларуси, пока вопрос, он открыт, что там будет дальше. Перехожу, наконец, к третьей части, которая касается национальной политики внутри России. Все мы знаем, к чему привела национальная политика, которую проводили большевики в Советском Союзе. У нас много адептов, сторонников, которые до сих пор швалят эту политику, но, в общем-то, мы видим, что эта политика заложила мину, эта мина была заложена, и она до поры до времени просто... Ее не трогали, она ее тронули, когда это стало нужным. Вот, и в результате мы оказались в разделенном народе. В русском народе оказался разделен. А, в момент того, что развалилась империя, и произошло поражение в войне. Поэтому, конечно, от этих подходов нужно по возможности избавляться руководствуясь здоровым прагматизмом. И понимая, что имперская миссия или шленская миссия, и какая-то еще, она должна быть реализована на реальной народной базе. Даже если взять ту же Византию, в которой у нас многие сторонники византизма, я считаю, что это ошибочная идеология. В Византии основой была не многонациональность, не многонациональность, а была одна конфессия и нация. Там была одна из первых наций, которые вообще возникли в мире. Это греческая нация, византийская, благодаря которой это государство и прожило так долго. Даже разрезаемые, раздираемые на куски, оно, потому что это было унифицировано, и в основном городское население, которое было одинаково, что в Херсонесе, что в Константинополе, что в Пессалонниках, что еще где-то. То есть это был один народ, который им удалось даже греческие игры уничтожить. Потом оно быстро появилось, где греческие, но и греческие нации. И оно же как бы автономно внутри греческанского. Поэтому нация именно основа вот это все. И нам нужно понимать, что не имперскости, какие-то иллюзии, связанные с этим, они являются основой политики, а здоровый национальный, даже националистический, такой прагматизм. И поэтому нужно понимать, что при Ельцине, если при Ельцине национальная политика была направлена на провоцирование конфликтов, войн, конфликтов, довершение развала, развитие суверенитета, разнообразие и так далее, то в нашу эпоху уже, которая пока продолжается, это стала политика создания вот такого глобального смешивающего единства в виде российской нации, которая вот как бы соответствует установкам глобалистов внутри России, и которая вот соответствует отчаяниям нашей государственной линии. И от этой политики, конечно, нужно отходить. То есть рано или поздно удастся ли отойти при нынешнем правителе, или это будет потом, но все равно нужно понимать, что политика должна быть другая. Она должна базироваться на прочной архитектуре вот этих 90 процентов, архитектурного большинства, то есть официального признания русского народа и русской, даже русской нации, можно так сказать, русско-этнической нации, которая является залогом стабильности этого государства, этой империи всей конструкции, которая и других народов, то есть которые нужно есть какая-то национальность в какой-то единой нации, а есть другие народы, которые являются партнерами большого русского народа и имеют свои титульные субъекты некоторые, да, имеют там свои права. Если права и полномочия русского народа как государство образующего распознаются на всю территорию Российской Федерации в пределах своих автономий, которые пока ликвидируют, наверное, и в нас, да и невозможно это сделать. Да вот. И тех народов, которых не имеют, они тоже являются такими партнерами. По сути, это национальные меньшинства. То есть есть одна нация, есть национальные меньшинства, которые могут быть даже по-разному называться, народности, это группы, диаспоры в зависимости, как кто они, кого представят там евреи, допустим, это группа русские, вот есть диаспоры, есть народности целиком, которые живут внутри России, каков их отмологии, экономические статусы, но они являются по сути меньшинствами, в том числе меньшинствами, которые проживают компактно на своих территориях. Так это можно понамочно определить. Ну, можно ли так в законе писать, я не знаю, но, как бы, суть одна. То есть, одна русская, славянская нация, те, кто в нее входит, и народы Российской Федерации. При этом нация, она понимается не в рамках нынешнего государства, а имеет, как бы, свои национальные территории за ее пределами. Это тоже должно все фиксироваться. Национальные территории интересны, которые связаны вот с теми территориями, о которых я говорил, привыкли в Украине, Молдавии, Белоруссии, можно сказать, и Казахстану также. С Казахстаном по всем вместе придется составить все, как есть. Делить его нельзя. Там китайские, сфера китайских интересов. Шел по пути. Вот. Это часть Евразеса и так далее, всех интеграционных процессов. То есть, принцип построения политики должен быть вот такой. В связи с этим нужно вводить понятие этнокультурного большинства. Оно вот уже введено, присутствует, в голове Грель, введено его стараниями нашими в стратегию государства национальной политики города Москвы из 2025 года. Это одно из того, что удалось отстоять там внутри. Это такая концепция, стратегия, которая является шагом вперед в национальной политике. Хотя она не лишена никаких недостатков. Вот, тем не менее. Есть большинство, есть меньшинство, есть права большинства, есть большинство именно в отношении технической политики. Ну, а законы должны регулировать не то, какой этнос, вот он существует, не существует, каковы его границы, а нужно регулировать отношения по поводу национальной политики и по поводу межэтнических отношений. То есть не устанавливать, быть или не быть этому народу, быть или не быть российской нацией, россиянам или русским, или еще кому-то, кто в нее входит, а именно по поводу, именно по поводу, а именно по поводу, как и личные сферы отношений. Вот так кратко я хотел бы завершить свой доклад и предложить в плане практического шага именно обратиться, кратко обратиться к Владимиру Ивановичу Путину от организаций, от частных лиц, от всех, устроить такой, что флешмоб в мире с просьбой, нижайшей просьбой ввести или с требованием то, как внести в законы государство, образующую роль русского народа в Российской Федерации. Выступление докладчика вызвало множество вопросов. Участников заседания интересовало, каким образом реализовать государство, образующую роль русского народа. Как положить конец деструктивной деятельности академика Тишкова? На чем основана уверенность докладчика, что Россия не распадется? Каковы перспективы консолидации русской нации в рамках русского мира? Нужен ли закон о русской нации? Есть ли необходимость в создании новых государственных органов по межнациональным отношениям? И каким образом будут делиться государства, на территории которых проживает русский народ? После ответа на вопросы состоялся обмен мнениями. В ходе оживленной дискуссии выступило несколько участников заседаний. Первое, что я хочу сказать о российской нации. Я встречался с Михайловым буквально на днях, я его спросил, что и как. Там он отниклился, он сказал, что неправильно его поняли в том смысле, что единая российская нация как этническое сообщество, что на самом деле есть единая российская гражданская нация, как ее определяют, и есть народы России, которые сохраняют и будут сохранять свою самобытность. Это единственная на сегодняшний момент, я подчеркиваю, возможная формула у нас. Если мы только сейчас откажем хоть одному народу в самобытности, это очередная война, которая пойдет у нас совершенно ненужная. И я могу сказать только одно. Когда была принята концепция 1996 года о национальной политике, в этой концепции было написано, что надо применять закон федеральный в ее восполнении. Вот в нынешней стратегии государственной национальной политики 2012 года там нет этого пункта о том, что надо законодательно закреплять целый ряд вопросов, которые определен собой стратегия. И вот вопрос сейчас и возникся из тем, что мы вплотную подошли к необходимости законодательного закрепления целого ряда вопросов о национальной политике, а закона такого нет. Тут говорили кто-то о законе о русском народе. Вот я его автор, два человека, Печенев и Круговодик, написали в 2003 году. Мы провели в Государственной Думе через комитет по делам национальности. Его, естественно, завернули. Вместо этого приняли закон по праву. Закон о национально-культурной автономии. В этом законе выступал тогда еще последний министр по делам национальности внесли такую поправку. До этого национально-культурная автономия имели право создавать только национальное меньшинство. И понятно было, что если русское большинство, есть меньшинство. В него внесли поправку такую незаметную, о том, что имеет право создавать те народы, которые находятся в состоянии национального меньшинства на определенной территории. Но и ясно было объявлено, что это для русского народа. Что вот русские, где они в меньшинстве, начали создавать свою национальную культурной автономии. Ясно, что русские в каждой деревне, в каждом ауле никогда не были большинстве, это и не народа. Но из-за этого значит, да, и было сказано о том, что как здорово, что вы теперь русские имеют право создавать национальную культурную автономию, наконец-таки мы и сравнялись с правами с национальными меньшинствами. Так вот, чтобы все знали единственное законное закрепление статуса русского народа в Российской Федерации мы национальны. Никаких других законодательных решений в отношении русского народа не принято. Значит, теперь по те вещи, с которыми мы должны потом в дальнейшем выходить ну, я выступил на Всероссийском совещании, вот в Перми было по имену, как государственной совещании по национальной политике, где я хотел бы и министрам, и всех остальных, отменить вот этот вот закон, поправка, который наносил о том, что мы русские национальные меньшинства. Теперь по существующим значит, вот по русскому большому народу, кредитному и так далее. Первое, что Украина показала? Когда сотни русских этнических с оружием в руках идут убивать сотни этнических русских с другой стороны, это не межнациональный конфликт. Это не вопрос, значит, межнациональных отношений. Это идет колоссов между цивилизацией. Западная цивилизация насильственно пытается отобрать кусок восточной цивилизации. И самоидентификация русского народа, она в этом отношении, к сожалению, минуя самоидентификацию национальных, без признания, что ты как бы этнические русские, и где двоэтическое родство, оно приводит к тому, что идет потеря и национальной, и цивилизационной идентичности русским народом. И самая тяжелая проблема на самом деле, это с русскими. Это проблема внутри у нас страны. И вот правильно говорили о том, что, например, в Конституции Краснодарского края говорится, что есть русские в России и есть казаки. В Конституции, то есть, в Ставии Российской области сказали, что есть только казачество. В Магаданской области, что есть старожилы. В Архангельской области, в Конституции, что есть поморы. И русский народ и в законодательном плане по России разорваны куски. Мы должны это понимать, и есть целый ряд предложений, уже вырваны нами, чтобы что делать. Теперь по существу, какие у нас ответы на эти вопросы. по государству образующим народам. Последний раз, я просто здесь уже здоровья не хватает. Значит, смотрите. Чтобы внести в Конституцию положение о том, что мы государство образующим народом, значит, надо сделать следующую вещь. Первое. У нас единственный федеральный конституционный закон, который не принят на сегодняшний день, это закон о порядке изменения, внесения дополнений в Конституцию Российской Федерации. Когда Примаков был депутатом Госдумы, он внес такой законопроект, потом его забрали и убрали. Значит, чтобы внести изменения в Конституцию. А. Принять федеральный конституционный закон о изменении Конституции. Б. Наставание его вынести термин, что мы хотим внести, на рассмотрение Государственной Думы и Совета Федерации и четырьмя пятью голосами, то есть четыре, пять голосов, принять, что вот именно это мы будем вносить. Что в отношении Русской Федерации точно никогда не это совершенно ясно. После этого, если, допустим, приняли, проголосовали, да, вынести, мы должны внести в бюджет государственный на три года вперед статью о расходах выделения финансовых средств для того, чтобы провести, значит, референдум по всей стране. После этого определяется, после того, как деньги выделены, определяется дата проведения референдума. Она не должна быть в тот год, когда проводятся выборы, год президента, год выборов Государственной Думы и других каких-то значимых событий. Вот в идеале, ну, 15 лет. Ну, я сомневаюсь, что вообще этот механизм работы. Да, и вот, приняли, провели референдум, все, включили, как они, я говорю, ну, и что дальше? Так хорошо на душе, я понимаю, хорошо, дальше, что делать-то дальше? А дальше надо, как правильно, потому что я спросил, Иван, разработать механизм реализации прав русского народа. В чем это проявляется? Это десятки, сотни законодательных и целых ряда других актов, которые будут длиться не один год. Мы, и об этом сегодня говорили, впервые совершили прорыв в этом отношении, написав новую стратегию города Москвы, где мы написали все, только не написано одно слово, что это государство, правдущий народ. Это то, что позволяет нам уже сегодня приступить к этой реализации, вот, и не ждать 15 лет всей этой борьбы, которая идет. Позвольте, просто, вот у нас сейчас мы выселим до конца, у нас трагедия в том, что у нас не знает этого текста. Я вчера вернулся из Тула, я вел для руководящего состава администрации Тульской области, начиная с районов. Когда они начинают им рассказывать, они требуют про московскую стратегию, сейчас голого принимать решение других, переходить на стратегию города Москвы. О чем идет речь? Умоляю внимательно послушать. Первое. Значит, вы, во-первых, откройте сайт правительства Москвы, официальный сайт, и на нем нажмите «Стратегия национальной политики города Москвы», выберите текст полностью, подписанный Собянином. Это не Вася Петя, это первый государственный документ. Что вне сказано? Первое. Вне сказано, в преамбуре, о том, что вокруг русского народа, вокруг ценностей общих, у нас выработан в Москве, Москва создавалась как многонациональный государство, именно в Москве, вокруг русского народа, что у нас общий единый культурный цивилизационный код, основанный на русской культуре и русском языке, историко-культуру, наследие всех народов России, создали великое исторически успешное многонациональное государство. Мы ввели понятие «Успешное историческое многонациональное государство». Мы определили миссию Москвы. Впервые. Миссия Центра многонационального единения народов России – раз. Центр русского мира – два. И Центр евразийского сообщества – три. Ввели центр миссии, которую мы должны дальше надевать. Дальше. Самым главным квинтом сердце, которое было и есть, что только можно себе представить, мы написали. В Москве есть национальное меньшинство, но есть национальное большинство. И гармонизация на самом деле должна быть. Вот до сих пор спрашивают, надо гармонизировать межнациональные тишины? Надо. А между кем, если русские? Да. Вы слушали между собой, национальное меньшинство между собой, те, кто будет гармонизировать. Тишина. Да. Я говорю, ну вот, мы вели русский народ, ну давайте теперь будет гармонизировать отношения межнациональные. Значит, чтобы было понятно, во многом вот это детерминировано чем? У нас есть в Конституции национальное большинство? Есть. Что является его альтернативой? Что может? Национальное большинство. Значит, когда нам тоже говорят, ну национальное большинство, вот как-то термин, ну пойти, вот есть, вот мы живем здесь и сейчас, вот мы с ним на этом месте. Вот это очень важно всем понять. Вот сегодня другого варианта, кроме как учитывать интерес национального большинства, национального меньшинства, коренных малочистых народов, те, которые закреплены во всем действующем законодательстве, нет другого пути. Дальше. У нас никто документы, естественно, никто не читает, но есть такая европейская рамочная конвенция защиты прав национальных меньшинств. Еще десять лет назад в Новгороде был Совет России и Европы, там тоже мы выступали, я там выступал. Я внес предложение, говорю, вы знаете, что вот в рамочной конвенции есть статья 4 и статья 20. В 4 статье говорится, что есть национальное меньшинство, и они должны иметь те же права, что национальное большинство в сфере экономики, политики, права и других вопросов. Тем самым словосочетание национальное большинство, оно там, самое смешное. В статье 20-й, это рамочная конвенция, что вот все эти права национальных меньшинств, это очень хорошо. Все их, значит, надо выполнять до тех пор, если они не противоречат интересам национального большинства и интересам других национальных меньшинств. То есть, и мы это вбили, как железобетонные, сваю сюда. И когда, фамилии не буду повторять, товарищи, как что здесь звучали, в лобовую шли на нас, а это длилось в течение года, один за другим, как панфиловцы, мы отстояли, при этом сами ушли. То есть, я хочу сказать, что мы, вот это, вы должны каждый просто знать, к чему я это говорю. И вот встал вопрос. Мы сказали, что есть национальное большинство. И встала задача, как вы правильно говорили, надо реализовывать эти права национального большинства. Вот, над чем надо сегодня думать, понимаете. Мы создали рабочую группу. Что такое организация отношений, что такое национальное большинство? В чем это проявляется? В каких формах? Какие законодательные акты принять? Что надо сделать? Вот давайте новое предложение к вам просто и как организации. Давайте вместе вот сядем просто ваше предложение. Что значит интересы национального большинства? Что дальше? Пока в федеральном уровне садик уролесили по поводу русского языка и эти многочисленные советы, которые у нас созданы, вы откройте сайты, извиняюсь, президента Российской Федерации, заседание Совета по делам национальности при президенте и совместное заседание Совета по русскому языку. Два года назад включайте и там, значит, показаны вам, значит, кадры. Председатель комитета по делам национальности и государства Думы Сафролей говорит Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вы знаете, вот, я не знаю, каким образом, знаете, у русского народа нет родного языка. а юридически не закрепляю. Владимир Владимирович говорит, да ну, говорит, да, ну, как примите, разработайте какие-то законодательные не принято, правильно я говорю, еще не принято или ничего? ничего не принято. Я к чему-то говорю, знаете, вот сейчас на Украине, вот кто слышит, дал прочитать, писать, выйти, да, что у нас нет родного языка. Короче говоря, мы в московской стратегии назло читаем, что русский народ в Москве единство городского сообщества на слове исторического многонационального наследия русской культуры и русского и русского языка, как родного языка русского народа. То есть мы взяли, исправили те ошибки, которые, как бы на федеральном уровне, еще не прозвучали. Дальше. У нас уже в три раза больше переправили. Вот как вы считаете, вот что важно, значит, чтобы вы впервые узнали, что реально сделано, просто мы с этой ситуацией стал, что у меня нет предметов, повсеместно в течение года. Вот я не скажу об этом, вот вы будете опять, как везде, один выскажет, а что это, другое, не зная ни одного ответа нереальных ситуаций. И мы из месяца в месяц, для нас это уже трагедия для русского народа. Нам, он собирается, нас требует, расскажите об этом, уже по субъектам федерации узнают. А мы все время вот три минуты, три минуты каких-то рассуждизмов и три минуты на главные вопросы. Вот я прошу, давайте я сейчас сделаю еще ряд продолжений, реально. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все придем по нормам и будем, прочтем обязательно. Да, да. Вот те, значит, следующее. Формирование в обществе обстановки, не отвечать на ваши вопросы, у меня только одни ответы. Формирование в обществе обстановки неприятия и экстремизма, ксенофобии, национальной религиозной исключительности, нацизма, расизма, шведизма и русофобии. Мы тоже написали. Правда? Да, да, да. Что вы все время на нас говорите? Значит, там можно говорить, а мы, значит, можем сидеть и молчать. Мы лучше путь к этому документу напомните еще раз, чтобы мы запомнились. А то, что у нас генератор почитается, не уходит. Открывайте. Правительство Москвы. Да. Смотрите там. Вы там, где есть стратегия национальной политики города Москвы. На берегах от 1925 года. Да. А вот в Конституции, в 68-й статье говорится, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Да, вы что, и что дальше? А вы говорите, что русский язык не прочистите, как родной. Как родной. Как родной язык. Это проблема. Значит, слушайте, вот вы, хорошо, вот вы вопросите, а у нас только не ответ. Вот, значит, вот сидит специалист у нас по… По русскому языку правильно? У нас специалист очень главный сидит. Правильно я говорю, что вот самый важный специалист по русскому языку? Она сейчас подтвердит. Значит, у русского языка шесть функций сегодня. Давай, готов. Русский язык. Русский язык. Родной язык. Русского народа. Ну, на всемирном русском соборе я 15 лет когда говорю. Родной язык, как у любого тазарства, у другого. Русский язык. Государственный язык Российской Федерации. Русский язык. Язык межнационального общения внутри страны. Русский язык. Язык народов, но СНГ больше, Советского Союза. У нас есть до сих пор формально рамочный закон о русском языке для стран СНГ. Русский язык. Язык международных организаций. ООНовских и других. И русский язык. Язык уже евразийской цивилизации в целом, поскольку она более широкая, нежели вот СНГ там и так далее. Поэтому, на самом деле, надо принимать один, вот в моем мнении, вы можете соглашаться, я это сто раз говорил. Принять один закон о русском языке, где бы все его функции были, значит, перечислены, которые были законодательно закрыты. Значит, последний в связи со стратегией. Значит, мы ввели первое. Вычистили все терминологии толерантности, мультикультурализма и написали все русским родным языком. Нам не нужны все эти заимствования. Мы все это исправили, ввели свою терминологию. И последний момент. Так, товарищ. Самому уважаемому человеку просто обязательно сейчас скажут, все отрицать будет, но это не важно. Значит, и последнее в этой связи, что мы сделали, мы ввели новые понятия. Такие как, недопущение изменения национального состава в городе Москве. О необходимости, значит, ну семейной ценности традиционной по цепочке семья, начальная школа, школа, вуз в целом по воспитанию подросткового поколения. Это сейчас уже реализуется. Создан единый учебно-методический совет, который отслеживает всю учебную литературу, начиная с детского сада, чему там учат детей. Вот это сейчас разворачивается вся эта работа. И по тому, что рост населения в воскресенье в городе программа должна решаться за счет москвичей, а не приезжих в том смысле, что надо регулировать демократические процессы на территории города Москвы. Вот мы написали, извините, на пределе физических и моральных сил. И мы это провели. Если нравится, не нравится, я вам откровенно скажу. Вот мое мнение. Помимо всего прочего. Это первый успешный перерусский проект, который у нас за 25 лет осуществил. У меня конкретное предложение как человек и вам в том числе здесь сейчас последует очень жесткой форуме. Первое. Где он идет? Ну, куда она должна уйти? Тогда вот все вот враги. Ну и как же не отцепиться? А, года? Ну, русский сад походит сразу все что надо. Значит так. Мы создали Координационные Советы Русских Национальных Культурных Организаций. Что это такое? Ну, создать Единую Русскую Организацию в России – это абсолютно безнадежно. Этого быть не может. Мы создавали в 90-м году Всемирные Русские Организации. Но почему только не создавали? Этого быть не может. Мы русские, мы же знаем, что такое. Поэтому единственная форма, которая может быть – это Координационные Советы. Мы работаем, я работаю в сфере очень узкой. Она называется государственное управление национальными процессами, в рамках которой отдельное направление связано с русским народом. Мы не заходим в сферу Сибирного Русского Народного Собора. Мы не заходим в сферу политических каких-то организаций. У нас есть своя неполитизированная сфера, которая называется Русской Национальной Культурной Организацией. «Когда готовился Государственный Совет по национальной политике в Буфе в 2011 году, был написан огромный аналитический доклад в государстве, где вдруг взяли и написали, очень честный человек – губернатор Россовской области, что в России очень мало русских национальных культурных организаций. Как ни смешно, это трагично. нету. Вот сейчас я с министром внутренней политики в Буфе в области встречался, и вы. Ну ни одной организации в Буфе в Буфе в области нету. Значит, мы сейчас готовим типовой проект устава Русской Национальной Культурной Организации в регионах. Просьба, где такие регионы, где что есть, умоляю вас, давайте вот эту сферу выделять как самостоятельную для дальнейшего развития. Это первое предложение. Второе. По предложениям, которые есть, значит, у нас есть, я не буду время отнимать, четкий перечень документов, что надо принять и что сделать в связи вот с этой, с федеральным законом. Ну, одно скажу. Тут говорили вы про статейки, да, государственной национальной политике, вы откройте статью, посвященную принципу национальной политике и целей. Там и в той, и в другой говорится, что целью, в принципе, является защита прав национальных души и национальных молчаистых народов. Когда ее писали, я входил, 20 раз говорю, вынужден, что тоже целью государства является то, что они отвечают за русский народ, да, за писать. Тот же Михайлов, я уже прямо сказал, я говорю, как ты хочешь, у меня головная боль начинается. Я говорю, я вас понимаю, вы напишите, что русский народ тоже есть в России. И мне их чистая децентра, я говорю, нет, не написали. Поэтому я хочу сказать, что вот среди требований, которые есть, вот есть в том числе, чтобы внести это, ну что я прошу, давайте будем грамотными, давайте так напишем, чтобы вот, когда вот сидит наш уважаемый коллега, вот, кстати, это 20 человека, которые работают в рабочую группу, я прошу, руководитель тоже в рабочей группе, ну вот, ну вот смотри-ка, у них истерика бьет в лице, ну ничего не могут сделать, потому что грамотно написано, понимаете, ну ничего не придаться, включаем международное право, ну вот хоть и трезь, вот нам надо так поступать, нам надо эту линию ввести, вот от общих рассуждизма, вот четко что-то, хоть трезь и ты ничего против не скажешь. Вот такие предложения есть, и мы их включим вот в те предложения, которые вы выработаете вместе, чтобы пошло. И последнее, дорогому, вот я личное пришло. Я говорю, ну это так просто, это тоже русские, знаете, какие хитрые. Значит, Анатолий Дмитриевич, вы, как организация ваша называется? Я вот как чиновник вас спрашиваю, простите, что-то. Народная общественная организация «Русская Сова». Оно где зарегистрировано? Пока нигде. Как нигде? В процессе, в сердце, в сердце, в сердце, в небесах записываю. Знаете, я еще пришел? Я хотел официально вас пригласить в состав Совета по данному санкции при правительстве Москвы. Я хотел включить как раз. Ну что вы, если он не зарегистрировал? Ну что вы делаете? Вот это как раз задача, я говорю, вот вы в трагедии. Зарегистрируется скоро московское отделение, его председатель, отец Александр Шумский, как раз вот его можно будет. Нам надо. Нет, 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 секундочку. Да, я тоже, я говорю, это же товарищ Федор. Это не угроза. Я же знаю, кто русскую, да. Нет, очень, короче говоря, я что попрошу? Не надо не отделить. Не надо отделить. Нам надо московскую. Это произведение Москвы, понимаете, да? Московскую. Да. Нам надо московскую национальную культуру, русскую национальную культурную организацию. Значит, вот. Моим представителям назначают. Работать надо. Вот. Значит, давайте вот информацию. Давайте. И мы должны, я думаю, что вот как раз в ближайшем заседании есть свои каналы воздействия. Давайте работать, товарищи. Я все сказал. Спасибо. 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 Да, пожалуйста. Ольга Ивановна. Да. Я же предупредил. Не выявил глава душа. Руководитель Центра это культурной стратегии образования. Федеральный институт развития образования. Да. Ну, все не важно. Вы знаете, не первый раз слушаю. Игорь Иванович. Тут был сторонник по федерализму, да? Нет. Да, это само собой. Само собой. Потому что когда я услышала, что ты говорил в Казани, то извините. В Казани мы победили. А одно отзыв. Ничего не победили. Вы стерились очень хорошо. Извини за грубость. Вот. Потому что хорошо говорить здесь, в Москве, будучи русским. И совершенно другое. Жить в Казани, в Башкортостане, в Туве, в любой республике на Кавказе и так далее. В любой республике. И даже, это самое, Мариэлу, Дмуртии и так далее. Жить там, будучи русским. И когда говорим мы о законе российской нации, да? Это не Москва. Это вообще, в целом, Российская Федерация. И нужно совершенно четко себе представлять, что происходило в Российской Федерации за 25 лет. Особенно в системе образовательной. Не в СМИ, не в культуре. Именно в системе образования. Нужно хорошо знать конституции республик. И почитать их внимательно. И там четко формирование нации. Практически любая республика. Там формирование национального самосознания. А у некоторых было написано через запятую нации. И я не случайно спросила коллегу, почему он так уверен в том, что не распадется. А я не уверена. Потому что мы смотрели. Я выступаю на мероприятиях, которые проводит администрация с резервными кадрами. Да? Говорю о политике языковой. И совершенно слышу. Молодые ребята, 20 с лишним лет. Говорят, кому нужен ваш русский язык? Я выступаю в Думе на круглом столе, где сидят коллеги из Татарстана. Я слышу эту же фразу. Мне очень даже неправильно. Потому что то, что вы делаете в Москве... Не мы. В Москве да, мы это делаем. У нас родной язык это русский. Послушай, не надо. Послушай дальше. Я тебя не перебивалась, слушаю. Так вот. То, что вы делаете в Москве, замечательно. Но русский язык родной не только для русских. Понимаете? Это вот тонкие вещи, которые не над ствочением, а над заединением. Как только вы сделаете на федеральном уровне закон о государствообразующем народе, русском народе, вы тут же получите такой закон в Татарстане по татарам. И пошло-поехало. Была принята стратегия государственной национальной политики в 2012 году. Через год, даже меньше, по-моему, через 8 месяцев. Свою стратегию. Вы ее почитайте. И московская стратегия по идеологии расходится со стратегией федеральной. И в Москве этой проблем нету. Ну, есть, безусловно, как везде. Но с чего, как мне кажется, нужно начинать, потому что очень правильно было сказано, изменилась среда. И она меняется, языковая, культурная. Это ведущие факторы, которые действительно создают ту среду, формирующую наше сознание. Я могу быть чувашим, могу быть татаркой, могу быть каким угодно по национальности. А по самосознанию, которое мы формируем в школе, что у меня там? И не случайно вот эта вот проблема российской нации, она же идет от того, что мы действительно в субъектах 20 лет через систему образования формировали этническое самосознание. Посмотрите, приходишь просто к врачу. Да, вот у меня много знакомых, связей с субъектами, просто с простыми людьми. Они пишут, звонят и так далее. Буквально недавно женщина пришла в Казань к врачу. А он ей говорит, а почему ты, ты татарка, почему ты говоришь на русском? А она говорит, ну русский, сказать язык, который нас объединяет, мы общаемся и так далее. А он ей отвечает, надо стучить татарский язык, вот русские не хотят, чтобы мы учили свой язык. Это сидит в сознании простых людей, не политиков, не управленцев. В сознании. За 20 лет в массовом сознании мы совершенно сформировали как раз противоречия. И вот такие вот концепции, вот такие вот эти самые законы, стратегии, они как раз не стимулируют вот это вот взаимопонимание. Они, они создают условия, что кто-то, да, более значим. Ну как можно написать, что русский язык родной для русских? Когда русский язык, я не русский, но он для меня родной. И почему вы на уровне стратегии утверждаете мне навязывать совершенно другие вещи? Так вот, чтобы изменить действительно ситуацию, чтобы менять самосознание простых людей, я считаю, в первую очередь нужно привести концепции в субъектах, в республиках. Концепции в республиках, а уставы в субъектах в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Тогда у нас русские не будут меньшинством, как в Дагестане. Там у них русский язык, язык меньшинства. Тогда у нас не будут создавать условия, когда русских просто выгоняют. Вы посмотрите, что происходит. В Дагестане во всех республиках Карказа в советское время было более 50% или до 50% состав русского населения. Просто откройте статистику. Начиная с 1989 года, и вы увидите, как идет уменьшение русских в республиках. Мы помним 93-е Чечню. В республиках. В республиках. В республиках. В республиках Чечня – совершенно верно. И в уши, и в Чечне проблем нет. Татарстан сейчас официально дает 52%, а они дают сейчас, в наше время, 39%. процентов и это понятно что создаются условия при которых активнейшим образом и эффективно формируется этническое самосознание так я сказала что делать меня ситуацию когда не противопоставление идет к кучка русских русских со всеми остальными а поставить всех остальных на место потому что все остальные оказались титульными а русские не оказались титульными так зачем я буду нужно их привести в норму тогда каждый сознание их сознание будет формироваться не противопоставление понимаете обсуждение между собой внутри тогда извините и по отношению к русскому языку к русской литературе совершенно будет другое и я согласна с девушкой которая говорила понятийный аппарат в первую очередь потому что в понятийном аппарате творится такое особенно русском языке родной не русский русский не родной понимаете и не проходит этот закон о русском языке статусе родного я всегда удивляюсь почему то что делается на федеральном уровне посылается на экспертизу во все субъекты и если какие-то субъекты вот по нашему закону только два субъекта было против татары и северной сети алани заблокировалась и администрация сразу же понимаете молчку а когда в субъекте принимается какой-то закон он экспертизу не проходит он почему-то регистрируется хотя хотя по своему паникейному аппарату полностью входит противоречие с федеральным законодательством но начинать нужно нужно сначала с того что формирует сознание окружающих не просто меня как русского а всех остальных если мы это не сделаем то тогда все время идет противопоставление противоречия понимаете и безусловно нужно сейчас говорить о над этническо опираясь на этническое в системе образования это ужасно что происходит понимаете системе образования все идет на противопоставление противоречия наш язык уникальный но ему не давали развиваться когда русский язык не родной теперь вот русский язык родной только для русских и пошло-поехало столько вещей глупых просто которые я не знаю куда они берутся как будто люди вот кроме себя своих каких-то вещей больше ничего не видят но мы живем в российской федерации и мы должны думать не только о себе а вообще как выстраивать этот диалог как выстраивать так чтобы было не противоречие как выстраивать так чтобы люди осознавали что без русского мы его превратили в законе мы его превратили в язык коммуникации мой тебя понимаю я смотрю учебники смотрю рабочие тетради это ужас что понимаете там глупости потому что он язык коммуникации он не язык который обеспечит должен выстраиваться на грамматической основе и обеспечивать конкурентно способность любого человека независимо от этнической принадлежности этого понятия нету понимаете живя в казани будучи русским человеком и вот в этих проблемах угруженным думающим о них постоянно и обсуждающим их везде на разных уровнях что есть подводные камни вот это вот кстати опасности от которой анатолий дмитриевич сразу подловил того что вы русским становиться на позиции на риторику на схему мышления национальных меньшинств это вот надо просто табу для каждого русского человека который хочет себя таком считать потому что это основная их нерусских националистов на территории нынешней российской федерации на территории шире снг и дальше странцев это основная зараза которая вот в украине привела к тому чему мы видим про это удревнение про искусственные конструкции этнические что кстати я вот здесь категорически не согласен в россии искусственный этнос я вообще считаю что даже всерьез обсуждать невозможно этнос будет сконструирован на методах этого конструктивизма этнического это невозможно просто считаю вот относительно то что сначала уж и что с докладчиком не согласен скажу а потом что дальше тоже вот обеспокоенность руки вам разделяем кто в 85-х годах все присутствующие жили помните кто думал что концу 80-х годов советский союз будет уничтожен фактически распадется три каких-то дебила так вот скажем где-то собрались чего-то подписали никакой международной юридической нормы не было кто из присутствующих здесь видят торжество демократии в начале 90-х думал о том виде белого дома в москве где было расстреляны эти идеи демократии многие люди конечно в 93-м году испытали крах как идеально идеалистическое восприятие демократии хотя сами плясали бегали смотрели в захлёпать передачи взгляды прочее слушали теле дебаты всякие вот то же самое в республиках сейчас уже путин объявил нашим шаймима сменихановым патриотами россии на балдае полтора года назад друзья мои да эти суверенитеты парады суверенитетов они формально неформально они фактически схлопнулись но свистни сейчас враг рот человечества будет точно то же самое что было советским союзом это абсолютно изнутри известно потому что республиками как республики советского союза управляют кланы сформировавшиеся скоксовавшиеся самодостаточные сговорившиеся с федералами с москвой впрочем в москве была власть крепкая была власть все было понятно и все точно также не беспокойтесь и россия если это понадобится врагам что касается русской нации я повторяю еще раз что искусственное создание я считаю просто не серьезным вопросом обсуждали вот а вот формирование общая гражданской идентичности пусть где-то в искусственном для русского народа образование территориальном нынешней россии нужно нужно именно для того как вакцина для точнее не вакцина против а точнее как цемент на скрепление общая российской идентичности потому что я вижу что 9 из 10 татар даже 95 из 100 татар это истинные патриоты россии настоящие вот простой народ о котором мольга иванов сказала но есть носители этой заразы которую можно реализовать используя формальное территориальное образование с государственным национальным уклоном понимаете в в конституции республики татарстан существует в первых словах конституции республики татарстан существует выделение государства образующие татарск народу. Знаете об этом? Нет, наверное. У нас она звучит так, что мы новинациональный народ республики Татарстан и татарский народ. Если мы сейчас, а причем, когда обсуждался этот вопрос там и Госдума, и Жириновский инсидировал еще в конце 80-90-х годов, недавно Мухаммед Шин, наш спикер Госсовета Республики, сигарически не согласился с тем, что закреплением статуса государства образующего народа за русским народом, промолчав о том, что в статусе республики есть такой статус. И эта игра будет все время. На каждую вашу хорошую концепцию, я ничего не говорю, ей надо махать, ей надо везде все это самое продвигать, но на каждое слово в концепции Москвы будет своя суперконцепция. Вот такая, простите, прискодобие. И надо четко понимать, что если мы тянем русские, мы русские тянем лямку федерального государства, а не империю, нам надо исходить из того, что мы должны соответствовать. Вот сейчас двоякое положение с точки зрения нации, единой нации. С одной стороны, нужно ее действительно, общегражданскую идентичность поднимать. Ну, механически можно с школы в образовании это сверхмедлить, да, я тут согласен. Вот. Но, с другой стороны, при том, что вот вы сказали, я совершенно точно сознательный, сознательная русофобия, не только там в культурной политике, в СМИ, у нас государственная, можно сказать, русофобия процветает в Российской Федерации, где русский народ де-факто является государствообразующим, мы внесем, ты мне сейчас вот простылила, мы внесем этот статус в Конституцию, убьемся на этом, внесение этого статуса. Дальше что? Это же правильный вопрос. И что, я прокукарекал, а дальше хоть не рассветай, что ли? Нам надо думать о механизмах укрепления содержательного наполнения русского народа, русской нации, русского этноса. Не отменишь его. Мне, я еще раз повторюсь, странно слышать от русского человека вот этих людей. Кто отменил русских колыбельных, кто отменил этих людей, которые писали, и присутствующих здесь в зале писателей русских, кто отменил? Не отменишь русского народа. Давай к этому укрепляйся, укрепляй окружение и так далее. Вот, мне кажется, единственный механизм. А, педалировать русскую этническую компоненту, в которой я четко принимаю ее изнутри, получи носителем русской культуры. Вот. И сказать, что мы первые, а вы остальные за нами выстраивайтесь, чтобы они думали, да, мы тоже были, я считаю, это неправильно. Я представляю, регион, потея 96% по последней периписи 2010-го года русских. Этнических русских? Это русская область. 96%. Нижегородская область. Да, Нижегородская область. Значит, в каком состоянии, значит, вот это русская область. Ну, буквально в пятницу последнюю, мне звонит один молодой человек, говорит, слушай, я на таком мероприятии, Сергей Российевич, был, чудо какое-то. Я говорю, а где-то был? Ну, вот у нас, говорит, в Канадском районе, значит, было такое мероприятие, дружба народов, выступили иранцы, таджики, узбеки. Вот, а кто такие вот, которые там, иранцы, ну, перцы, кто такие перцы, вот. Человек молодой, он вообще-то работает в русской традиции, он сейчас вот у нас был Булбай, такой актер, он в Подкурске наработал, то есть фильм он снимался, а этот парень даже сейчас тоже в бикинобаре, читает его стихи, на дудочке играет в русском костюме. Я говорю, ну ты элементарных вещей не знаешь. Я говорю, а русские, ты выступили? Да, ведь был один ансамбль, там Булбай, песню-то пела. Ну, там пела русская девочка и пела. Нас миллионы, она спела, закрывай этот вечер. Вот, понимаете, да, какие мероприятия проводятся, значит, у нас в Нижегородской губернии, как это все подается, даже, значит, вот, перцы выступили. Вот, значит, это, это часть вот общей картины. Посмотрите, значит, один великолепный был оркестр, 60 человек народов, называется, значит, Нижегородский русский народный оркестр. Сократили вдвое, осталось 35 человек. Понимаете, да? Вот, два выморочных журнала. Ну, вот, Забняков Валерий издает, да, РТК 21 века. Значит, еще там один журнал. В Дагестане, знаете, сколько журналов? 12. Три с половиной миллиона, значит, населения Нижегородской области, значит, два выморочных журнала. Причем журналы, ну, деньги просто вот, вторая вещь, вот, кланясь. Значит, вот такое состояние. Более того, русские не знают, что они русские. Вот эти 96% ребят, вот, особенно у меня молодежь успокоит, да, они не знают, что они русские, никто не объяснил. Школы русскоговорящие, есть еврейская гимназия, да, есть садарская гимназия. Русская школа с углубленным изучением родного языка, я всего по первому разобранию, мне все это понятно, значит, мы говорили. Вот, такой школы нет ни одной, нет культурного русского центра у нас. Нет культурного. Еврейские есть, вот. Надо просто позавидовать евреев, применять у них этот опыт, понимаете, да? По закону и правам, мы нет. В связи с чем? Очень хорошее были выступления, мне очень понравилось, очень дельные предложения. И вот здесь прозвучало первое, а я об этом уже несколько лет говорю на собрании, на русском собрании. Нам необходима понятийный аппарат. Я вот об этом говорил, профессор Трубовский, об этом говорил в Куварах, и вы тоже говорили, выступали. Без терминологии, без нормальных, вот, отточенных понятий будет в Калифонии уйдем. И смотрите, что такое нация. Перевод с латыни. Племя народ. Что такое этнос? Перевод с греческого. Племя народ. По-русски. А что такое по-русски? Далее откроешь, сколько ведь номинований, я на счетах. Мы должны создать необычный аппарат. Как это сделать? Но ученых надежды мало. Науки как таково, я не знаю, она вся ангажирована, живут за счет грантов, указываются на свои политические составляющие. Мне вот в этом плане нравится Катасонов. Валент Катасонов, хотя он экономикой занимается. Он говорит, в одной из своих лекций он сказал, ну послушайте, да нет такой науки, как экономика. Я его спрашиваю, а что же есть? А есть бы двух кучек. А как вот мы напишем законы этой экономикой, как мы придумаем, вот, тогда экономика, так вот, какие мы понятия придумаем и запишем. Вот. Так, в начале это было слово, наверное, было слово. Нам надо эти формулировки, эти дефиниции, эти определения зафиксировать, пускай к другу не собраться, пускай к другу специалисты, в этом участии в этой работе. И по итогу наших слушателей, в нижнем мы тоже обсуждали, принять, я не знаю, некий меморандум, некое, значит, заявление, некий, значит, там, значит, какой-то итоговый платформный документ, вот, который мы донесем до народа. И ваши предложения, ваши, и других наших коллег, мы туда включим. Но это должна быть, разгадая атака, узкого труболитика. Потому что мы можем только потом этот документ вынести на уважаемое собрание для учреждения. Так вот мы должны донести свою позицию. Слово «народ» в полноте смысла означает издревле сложившееся общественно-историческое и духовно-мистическое единство, отмеченное глубинными свойствами народности. Аксаков пишет, народность есть личность народа. Точно так же, как человек не может быть без личности, народ без народности. Если же и может встретиться человек без личности и народ без народности, то это явление жалко. Народность — это живая, цельная сила, имеющая в себе нечто неуловимое, как жизнь. И дух, и творчество художественное, и природа человеческая, и даже природа местная — все принимает участие в этой силе. Так вот, из чего образуется и каким образом образуется то, что мы называем «народом»? Это сила образуется вековой сопряженностью и единством судеб многих поколений, которые связаны этнической общностью, языком, преобладающей верой, соприродностью культуры, корневыми духовно-нравственными представлениями и традициями, обретенным пространством, водная земля, наконец, историческим предназначением. Каждая из этих черт формируется исторически, поэтому народ нельзя просто создать, как нельзя было создать в Америке народ. Там нет единого народа. Там есть именно то, что называется теперь гражданским обществом. Но это не народ. У них нет того, что называется национальностью, потому что язык у них чужой, суррогат английского. У них нет веры, которая формировала историю, и многого-многого другого. Я мог бы это все перечислить. То есть Америка не есть нация, и нам на нее ориентироваться нельзя. Нам нужно вырабатывать свой трудный, как ясно стало из выступлений, но нужный путь, и чувствовать свою постоянную ответственность. А что касается ответственности, я прослушал всех, и попытался сделать какой-то для себя вывод. Нужно очень внимательно прислушиваться друг к другу и слушать все то, что говорится, для того, чтобы прийти к верному, коллективному, но единственно верному выводу, а не просто решать все заранее, потому что вопросы оказываются, в связи с нашей ситуацией, гораздо более сложными, чем даже я предполагал, как-то раздумывая, размышляя под этим, идя на это собрание. Потому что действительно одно приемлемо здесь, но неприемлемо в республике. И я понимаю, что я как человек, и, скажем так, духовно-соврородный многообразию России, я веду себя правильно. Но что за этой правильностью воспринимает нацпинаж, я не знаю. А теперь я понимаю, что я иногда вел себя неправильно, потому что я возбуждал в них то, что называется местный национализм, а это совершенно не так, что это политик. И того, что есть государства национальные, как Российская Федерация, и есть государства безнациональные, с так называемым гражданским обществом, очень опасный термин, который нам совершенно не годится, он подброшен нам, но подброшен системно, потому что кто-то руководит тем, что у нас убрали национальность, раз, потом ввели этот самый термин межнациональный и вненациональный, гражданское общество, а потом уже говорят о какой-то общей нации, нет вообще никаких национальностей. Это же совершенно разрушительно. В руках умных политических манипуляторов, это великая сила, и нам нужно предвидеть то, что они задумали, потому что очень многое из того, что сейчас происходит, в частности угнетение русской культуры, это сознательно продуманный процесс, который поощряется властью, неизвестно кем, я не знаю кем, но поощряется. Мы сейчас не жили самого главного, именно того, что называется национально образующей культурой. В школе ее уже почти что нет, ее нет в окружающей среде, и что это такое? Это называется так, культурный геноцид нации русских на русской территории. Вот этого нельзя допустить в дальнейшем, и нужно решительно противостоять, называя вещи своими именами. Здесь не нужно бояться. У нас есть культурное пространство в Российской Федерации, где русские большинство. Так дайте же возможность мне слышать по радио русские песни, русскую музыку классическую, европейскую, в конце концов, которая мне соприродна. Но не дайте мне возможность буквально задыхаться в этих самых чудовищных псевдомелодиях и псевдомузыке, которые демонстрируются вопреки постановлению, то есть концепции государственной информационной безопасности. Подписано Путиным, подписано. Исполняется ни одного закона по концепции. Концепция есть, законов нет. Что это такое? А это саботаж. Саботаж всей власти, начиная от Думы. Почему нет закона о защите информационной среды? Почему нет такого закона до сих пор? В 2001 году подписано, в сентябре Путины. До сих пор нет ни одного закона. Почему? А потому что закон требует разрушения того, что называется разрушителем. Требует отмены всех этих самых совершенно разрушительных постановлений о разрушении школы. Когда русского языка нет, когда литературы нет, когда история искажена, до сих пор. Если уж не могут они с историей сейчас справиться, потому что нет принципов разработки учебника истории. Нет таких принципов. Каждый выдумывает свой принцип. Но принцип-то возвращения русской классики в русскую литературу, в русскую школу может быть одним указом президента. Вернуть. И самое вредное это работа на уровне слова. Они все время собираются создать усовершенствованную концепцию образования. Да невозможно собрать концепцию разрушенного. Разрушенной нельзя развивать. Его можно только восстановить. А после восстановления можно развивать. Так вот, эта самая подмена целовестная, она играет колоссальную роль в нашей жизни, потому что продолжается разрушение. Продолжается ежедневно. И я это наблюдаю по школе, по своим внукам, которые не знают ни русской истории, ни русской литературы. И это не... Сейчас это уже не лучше. Не худшая школа. Там немножко стали по-другому относиться детям истории братья и сестра. Они по-другому стали относиться, стали говорить друг другу, какая интересная наука. Там, в прежней школе, они не только не были, не боялись и не хотели ходить в школу. Вот вопрос о разрушении нужно поставить так. Есть и было системное, гениальное, продуманное разрушение культуры и образования. Если бы у нас были органы защиты государства, работающие на государство, давно бы посадили, по крайней мере, подсудимых, тех, кто разрушил образование. Это преступление государственного масштаба. Самое настоящее преступление. Преступление государственного масштаба то, что мы не можем дышать воздухом родной культуры. Что здесь плохого? Я должен слушать свою музыку или не право не слушать. Одним словом, вопросов очень много. И ставить вопрос по всей вероятности. Я, простите, я тут не могу сказать, что я что-то могу сказать такое верное, потому что я не юрист, я не знаю, но нужно ставить вопрос в судебном порядке, а те, кто разрушил образование, это именно судебное дело. Это дело государственное. Почему не ставим вопрос о разрушении образования? А оно разрушено? И потом никогда нельзя разрушенное, развивать. Я очень благодарна предыдущему оратору за то, что он затронул тему культурного геноцита и то, что русская нас, русское самовыражение, оно действительно напрямую связано с культурой и с православием, потому что действительно русского народа нет без русской культуры, а вся великая наша русская культура, благодаря которой мы еще живем, благодаря которой мы еще не аскотинились, так сказать, действительно, вышла и строится и базируется только на православии. И стоит только это разрушить, что уже системно и мощно предпринимается в последнее время, и русский народ уже превратится в свиней и останется только подсохать копытами, хрюкая в сторону ближайшего обрыва, что, конечно, бы не хотелось сделать. И я попросила редакцию «Русского народа Линии» вообще благодарность за сотрудничество, потому что та ситуация с фильмом «Атида», вот как получаем многочисленные отклики, тут присутствует буквально движение царских мест, Александр Рожняков тоже, пожалуйста, очень радостно присутствует, получаем многочисленные отклики сейчас со всей России, с Белоруссией, с определенных республик, что люди пишут, что спасибо, что голос народа хоть стал услышан, потому что вот то, что эта ситуация как-то выплеснулась, это народ впервые за какие-то может быть последние 5-10 лет стал полноправным участником общественной громкой дискуссии, которая даже вышла на уровень первого лица государства, потому что до этого народ нас всех не сводили до уровня молчащего тупого быдла, нас нет, вас не слышно, вас не видно, и то, что благодаря руссконародной линии, которая почти год уже развивала эту тему с Матильдой, какой-то вот выплеск произошел, я надеюсь, что это первая трещина, которая проломит этот лед, который у нас закладывали вот эти десятилетия, и что мы пропьемся, и уважаемые братья и сестры, у меня такая короткая вам будет просьба, к сожалению, на этом пути некоторые люди, которые, я думаю, что это не по злобе, не по какой-то там злонамеренности, но они совершают ошибки, которые потом нам всем очень сильно могут аугнуться, и я вот за последние дни получила очень много откликов, возмущенных, скажу сразу, отклики, какие-то там письма, звонки, мне прислали ряд роликов и текстов, ролики это со спектакля «Иисус Христос суперзвезда», в частности, который идет в театре Моссовета, возмущенные православные люди, потому что высказывание нашего, я продолжаю думать, что это было не злонамеренное высказывание, а просто недостаточно проверенной информации, и что просят люди? Люди просят написать обращение святейшему патриарху, подписать его, там тоже сейчас собирают подписи, потому что ту информацию, которую дал уваженный Владимир Романович Легоида, она, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, о, скажем так, небогохульности этого спектакля. Вот мне прислали несколько видео, извините, пожалуйста, что я это озвучу, но я зачитаю то, что происходит в видео спектакля «Прости Господи, Иисус Христос, суперзвезда», который идет на сцене Театра Моссовета в Москве. Идет «26 лет» с аншлагами, в этом месяце три спектакля поставленные посмотрела, следующие будут 20 и 31 числа. сцена, когда главного героя приводят на допрос к Ироду. Я специально говорю главного героя, вы поймете, почему, я не хочу в суету запределять время нашего госпитана. Видео, когда главного героя приводят на допрос к Ироду под бодрую и жизнерадостную музыку в стиле Шлягера Филиппа Кирпурова. Она действительно такая, знаете, бодрая, именно мажорная, не минора, а мажорная, если он музыкант понимает музыки. В социальном стиле в Кирпуровском же балетах вольная массовка поют. Ну-ка, отвечай, кто тебя ударил, ну-ка, отгадай. И в этом же мажорно-балетном стиле происходит избиение главного героя. Это вот та сцена пичевания, грубо говоря, она подана в таком виде. Далее происходит выезд Ирода в компании двух десятков десятков девушек в миниатюрных бикини, в компании с Иродиадой, которая сначала появляется на сцене обнаженный по пояс, потом натягивает на себя мини-подобие ночной рубашки. Далее Ирод обращается к главному герою в музыкальном стиле кабаре, приплясывая в компании полуголых девушек. В конце пения они облепляют главного героя, Иродиада проходится по всему его телу и садится перед ним в раздвивых ноги. Это все есть на видео. Вот могу потом, если... Я не думаю, что это стоит обнародовать, но я просто зачитываю то, что люди просто записали с видео. Ирод откидывает ее ночнушку, предоставляя всем, в том числе главному герою, увидеть открывшееся зрелище. Массовка ахает и показывает большой палец в знак восторга. Это семиминутная сцена и спектакля, который идет сейчас на сцене театром Совет. Далее, ну вот я думаю, уже этого одного достаточно, чтобы сказать, что это дикое кочевство, которое не должно у нас идти, и что господин Легайда, когда говорил, что это не каноническая вещь, он, мягко говоря, не проверил информацию и дал не до конца проверенные источники. В сцене дуэта главного героя Марии Магдалины в исполнении героини звучит следующий текст. И никто мне не может помочь найти его любовь. Я с ним искала счастье, только он не подвластен. Среди всех моих мужчин лишь один он, лишь он один, так добр и нежен был, но не любил. Как его найти, как его вернуть, как сказать прости, как сказать забудь. Я не знаю, как мне быть, как его любить. Далее вступает главный герой, но любви земной не осталось мне. Я не знаю, как мне быть. Простые радости земные не суждено мне испытать. Мне не дано здесь на земле испытать любовь. И параллельно героиня продолжает петь свой текст. И это идет у них дуэта. И даже более того скажу, когда мне прислали оригинальный текст Тима Райса, там звучит просто «I want him so, I love him so». То есть это тут еще русские переводчики как-то это адаптировали. И я удивлена, что Владимир Романович Легайда забыл, как звучит оригинальный текст и какой изначально... Легойда. А вы спросите, да, Легойда, что он забыл, какой изначально посыл, просто любовная лирика, что именно этот посыл Тим Райс, вкладывал в доме. Ирина, что вы предлагаете? Я прошу следующее. Поскольку люди собирают подписи и мы видим, что чем больше подписи, тем больше реакции. Я принесла несколько подписных листов и те, кто разделяют эту точку зрения, я прошу тоже поставить в подписи обращение на имя Святейшего Патриарха, чтобы рассмотреть этот вопрос и может быть как-то точка зрения церкви, чтобы была немного скорректирована в этом вопросе. Понятно. А вы слышали заявление Путина на заседании сайта? Поэтому люди его смущили. Конечно, вы понимаете, какова цена ошибки. Представитель Боголюбова. И сейчас там нехорошая ситуация развивается. Наверное, все слышали про строительство завода в 200 метрах от лазерной рыбы в 112 веках в 500 метрах от покрова на нерви. Сейчас начало строительство заводов производства презерватива. Собственно, поднялась волна народа, которая началась за этот вопрос. Как раз в теме нашего собрания. Санкт-Петербург, культура, историки, корни и все остальное. Я беседовал с этим человеком, спрашиваю, это что-то такого. Но они же в магазинах везде продаются, кому-то это надо. Страна большая, построить их там. Какие проблемы? Каких мест святых, корнеобразующих, фундаментальных в России очень мало. Это центр государственности, основа пространной культуры, столица России, Владимирского княжца, который потом перешло московской и так далее. Россия существует чья. Мы определенную работу проводим и просто для информации, кто еще не знает, кто услышали, кто знает, просьба, кто может, чем поддержите. Поддержка может быть разная. Мы сейчас готовим серьезные мероприятия, скорее всего, это будет в январе. Сейчас мы проводим пикеты и сбор подписей и круглые столы. В общем, противник сложный, но посильный. Просто если включиться коллективно, здесь люди как раз такие, которые умеют. Причем тема благая. Завод медицинского оборудования. Памперсы, перчатки, маски, бахилы. И когда губернатор это планировал строить, она и хотела это делать. Они потом уже добавили 10% производства будет линия производства презервативов. Самая крупная в Европе. Мы говорим, что Европа этим делал. Поэтому их все лоббируют на уровне чиновническом. Народ против. Сейчас идет стык плотный. Что он перерастет, пока неизвестно. Я спричал сейчас редкие документы открытые, просекреченные. И в том числе записку Карпова, который занимался в футболизме в 50-м году. Он написал Сталину секретную записку о младении религиозного чужского народа. Это интересно. Записка не аромат. Религиозное чувство, например, как он сидит в тюрьме. Усилится, он сидит в тюрьме, он борется. Как же? Он выходит на свободу, зачем еще ему молиться? И так же, когда были у нас в стране страшные испытания, утилилось религиозное чувство. А прошла война, в 1950-й год, и 30% погаротал там все эти социальные группы убавил. Вот я сейчас думаю, что... Ведь у нас тоже был порыв. Был порыв, когда вот слава богу, и первые потряшили усиливу интеллигенциям. Конечно, и изображал гельцин, и изображал с народом. И вместе с тем был искренний прорыв религии. А потом интеллигенция первого отчета оказывается не так. Все эти пасты на соблюдении вообще как-то... А так... Культурологического они же ожидали религию, а они и на читали, и ненецкого пилюмонтева. А все-таки теперь пошло ослабление религиозного чувства. Вот это печально... Так вот, я думаю, что это усилится, как только нас прижмут. Вот насыщение на пекло. Вот мы еще не поняли, что с кем нахрил гробности. Мы, я так раньше шутили, в нашей стране нахрил гробности в этом году наделали шаг вперед. И вот это, конечно, также очень гордкое обидно, что молодежь теперь у нас отобрана. У нас это эхо Москвы, серебряный дождь, интернетская сеть, сделали страшное черное дело на дня любви. Вот даже родной сюжи, вот америкая русские злые, американцы должны. Ну, как вдох. И поэтому, конечно, мы сейчас стоим, и вот и Платон, а государство Платон, в части будет есть, в стороне государства более 40% для стороны русских государств подъеба, когда 50% она удивлена. Вот правильно сегодня говорили силы и другие, поэтому надо бороться и реагировать. То, что Ирина сейчас говорила, и вы, Наталья Дмитриевич, нам как надо все время как-то нас читают, что важно руссконародогиня заняла свое место в строительном пространстве. Место одной из ведущих мест. Это, знаете, можно сказать, даже, что угордиться вот и наше все-таки это наше общее усилие, общее усилие публикации. Вот этот проведенный конкурс о мировоззренической пропасти это был очень важный. Очень важный. Когда мы говорили, что и теперь тоже, между нами Украина, и Болгария, царапина, ну, может быть, даже трещина довольно глубокая, но она все-таки замажется. А между нами Европа, конечно, это пропасть. А теперь наши во многом в общем суде ощущения в начале начинают вести вот такие тоже ликвы, и я даже не буду на персонале, но уже у нас и хор ездил перед папой петь, перед Ватиканом ездил. Это, конечно, ненормально. И с католиками на одном гектаре нельзя стоять. Понимаете, вот это ощущение того, что все-таки вот мы теряем вот эти ориентиры. Это, конечно, вот русская народная линия, вот так, как можно смелее, ну, катастрофа в стране. Вот уже в стране катастрофа. И поэтому надо, как можно смелее говорить, да, надо задевать, да, надо хоть даже добыстрее. Могу вас к суду привлекать, как бы хорошо сибастров привлекли к суду. Когда я напрягался сюда, у меня была некоторая неопределенность по поставленному вопросу, но вот сейчас прослушал пять выступлений, там размышлял. У меня однозначно негативное отношение к этой идее о российской нации. Правильно здесь сказали, что эта идея в ряду таких идей, как чипизация, гендерная законодательство, ивенальщина и так далее. Вопрос такой, может ли из нечистого источника быть изведен чистой водой. Но мы знаем и о Михайлове, мы знаем тем более о Чешкоре, что они собой представляют. Поэтому уже по авторству этой идеи можно сделать определенное заключение. я думаю, что лукавство в позиции упомянутых лиц заключается в следующем. Они говорят о российской нации, но явно с прицелом на этническое составляющее. Но когда реакция негативная, они начинают маневрировать и акцент смещается в сторону гражданского наполнения этого термина. я думаю, что эта идея в ряду ряда других вещей, которые направлены на подрыв, размывание русского народа, русского ядра в России. Это началось не вчера, не сегодня. Вспомнил, я когда сидел, вспомнил слова Ермолова, который сказал осторожно на вопрос, что бы он хотел от императора, государь, сделайте меня немцем. Почему? Потому что привилегированное положение явно об этом меньше вывязал. Вот. Это был дисбаланс. Да, но это не означает, что все черной краской мы можем красить. Ряд деятелей нашей истории были не русского происхождения, но были патриотами нашего отечества. если говорить о бедах генералах, это Келлер, это Дитерикс и ряд других. Раненкамп отказался служить Красной армии и был умучен. Черкесы его, так сказать, изуверские умучили. Вот. Они были русские по духу, конечно, но все-таки нам нужно быть на страже этнического русского ядра, не нужно это противопоставлять, не нужно это излишне подчеркивать, но нужно блести, быть на страже этого ядра, этого стержня нашей державы, без которой, без крепости этого стержня действительно опасность, что как развалился Союз в свое время, так и опасность развала России. Да не будет этого. Я завела дыхать сегодня о том, что я против концепта русской насы. Должна его пойти. Для меня наиболее важным концептом является концепт русский народ. Это рассказывается исторически, и если вы помните и в самодержавные времена, и в советской России, в России современной речь шла о народе, о русском народе, о советском народе, о российском народе сейчас. Кротивным субъектом выступал именно народ. Хотя этому сопутствовала какая-то иная идентичность, скажем, гражданская, исподданная Российской империи, граждане Советского Союза, сейчас на гражданстве Российской Федерации. Вот это соответствие некое, разных идентичностей и вызывает вопрос, как быть сейчас. Закон о российской нации не нужен. Почему он не нужен? Ну, во-первых, если не существует реального национального мира, нет народа, нет традиций, нет культуры, ни один закон не создав все это. Поэтому закон не решает в этом смысле ничего. Другое дело, может быть, необходимо внесение поправок в уже существующие нормативные акты, которые далеко не безгрешны, мягко говоря, и в них обозначить возможное государство образовывающего рода и страны. Почему говорю «возможно» и немножко сомниваюсь. Потому что политизации русской этничности не возникало ни разу за всю историю России. Этого не требовалось. Потому что так остро русский вопрос не стоял. И в смысле демографическом, и в смысле культурном, и в других измерениях. Но все же давайте до конца осторожничать. Если у меня наступала политизация русской этничности, тогда может быть необходимо идти другими путями. Я согласна абсолютно цикерам главы, в том, что необходимо идти через культуру, через общественное осознание это действие на оснащение себя как хозяев страны. Вот такой облач же суть для вас. Если человек является хозяином в своем доме, он не будет это доказывать никогда. Даже если есть много гостей в этом доме, они мешают им жить в этом доме, но в этом случае он просто являясь хозяином и доказывая это, предпринимает определенные действия ненормативного характера. Эти действия связаны с каким-то неформальным рикетом, с моралью, с принципами, смотря в поведение, которое мы забыли. То есть надо быть русскими, а не казаться или пытаться стать им. Мы должны им быть очень давно, и мы не являемся. Те, кто здесь не собравлись, мне кажется, являются русскими по определению. Я в духовный смысл укладываю это. И это очень важно. Почему я считаю, что нельзя принимать закон, не может быть осторожно относиться к прописанию взрослободочей роли русского народа. Почему? Потому что как только эти идеи звучат вот так куварно, они абсолютно верны, но нас никто не слышит. Эти идеи не слышат. Как только их услышали, риторика русская берется, осваивается, но на уровень действия, действия патриотизма, никто не выходит. И оказывается так, что русская риторика она способствует потому, что она вредит даже больше. Я занимаюсь темой патриотизма внимательно. Закон о патриотизме помните, была идея закона патриотизма? То же самое. Закон о патриотизме не задержали принятие этого закона на Ростовской области, чтобы он не был принят и все равно его приняли. Там нет определения патриотизма. Как можно определить патриотизм в закон и научить любить родину как-то через нормативные меры? Это в принципе невозможно. Хотя он принимает других целей для финансирования каких-то определенных политических структур. Это понятно. Но мы даже до абсурда, когда в регионах принимаются разного рода региональные законы. Калужская область, Московская, Ленинградская область, Ростовская область. Оба третьи не. Не все разное содержание. Мы шутили об этом. Приезжаешь в Фаснадарск и ты уже по их законам не патриот получается. И то есть потом только выход на федеральный уровень и пяти федерального региона. Тоже самое в отношении на зону о российской нации. Если мы идем по аналогу советской нормальной войны и пытаемся создать искусственную общность россиян, я допускаю такую возможность. Допускаю, но не хочу этого. Потому что часть нашего общества допускает такую возможность. И 20 лет, ну если изначально наша идентичность была связана с религией и православием, русский это православие, так же, до конца 19 век. Дальше появляется гражданская идентичность, национальная, этническая, потом мы отрицаем подряд по третий принципы, советская появляется идентичность, классовая, отрицаем и это тоже. И в конце концов приходим к отрицанию и коммунизма и России вместе и и приходим к гражданской религичности россиян, российской нации. Это происходит с 2000 года. Бесполезно. 16 лет это 4 части программы ботетическое воспитание в Гражданской федерации прошло и почему-то мы не видим результата. Мы не наблюдаем единство общности россиян и нас таковыми не признают за рубежом. Но если мы будем это активно формировать и все прочее, может это и получит лет через 50 через 100. Но почему это не получается? Потому что есть собственные патриотические практики, которые связаны с тем, что мы прежде всего народ, а это культурно-хитическое объявление, которое связано с определенным равновременем, духовным опытом. И наша история не делится на рамки определенные. Она воспринимается континуально. Нам необходимо сейчас совместить три типа идентичности. В чем я вижу справедливость. Патриарх сказал, сейчас формируется русский народ. Воробь него собирается российская нация в контексте российской цивилизационной общности. Три типа идентичности цивилизационная гражданская российская нация и культурная и национальная русская. Вот как мы это совместим? Три типа идентичности. В принципе я долго думала как это совместить. Чтобы мы ситуация в этой стране чтобы мы использовали процесс очередной в отношении этой темы. Чтобы не было национальной справляции до конца в стране. Может быть цивилизационная идея станет государственной идеологией. Я в это верю. То есть идея русского мира. Назвайте по-другому как-то иначе это же не нравится по-медии. Русская цивилизация эта идея должна стать государственной идеологией. Потому что пределы России они уже за пределами Российской Федерации. Границы расширены потому что есть русские проживающие за рубежом и это тоже Россия. Согласны? Поэтому необходима идея которая будет охватывать это все гражданское религичность не может звучать как Россия. Ни в коем случае. Это просто в разных России. По-русски нормально. Как это было и всегда. Можно подумать о том Европе. И естественно сохраняется общность русского народа и все другие народы не обижены тем, что они так же развиваются в рамках самобытности русского языка, русской культуры. Сохраняя свой язык и свою культуру. Нет противоречивого слова. То есть мы сохраняем идею цивилизации, мы сохраняем государственную личность на уровне гражданства. Возвращаем браку национальность паспорта. Возвращаем сохраняем обществ русского народа. Для того, чтобы мы могли найти компромисс политический, мы должны это сделать. В заключительном слове Анатолий Дмитриевич Степанов председатель русского собрания отметил, что политизация этничности главенствующего народа всегда вела к распаду империи. И эту закономерность очень хорошо понимал такой знаток национального вопроса, как советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин. Из отечественной истории видно, что всплеск русского национализма произошел как раз незадолго до революции. Нужно искать способы решения статуса русского народа в российском государстве. Наверное, закон российской нации не нужен. По крайней мере, следует обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой подвергнуть этот вопрос широкой дискуссии. Иначе эта проблема будет решена в куларах антропологами и этнологами печально известной школы Тишкова, что угрожает бедами как русскому народу, так и национальным меньшинствам России. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова